Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, как я вам и обещал, хочу попробовать разлочить телефончик Siemens CV65. Ребята, некоторые писали, что это C70. Они похожи, но это не он. Зайдите на сайт, я там ссылочку скину, посмотрите. Значит, зашел я на сайт Vodafone, скопировал код. Но мне никогда, сколько я делал, не получалось разблокировать, разлочить Siemens. Не знаю почему. Или до этого кто-то пробовал вводить какие-то коды, что телефон... Ну, короче говоря, не знаю. На одном сайте мне Рихард написал, вот тут должна быть четверка. Я на некоторых сайтах понаходил. Долго рылся, но там можно, оказывается, через программу его разлочить. Но для этого надо кабель. Подключаем кабель, потом через программу и заходим, разлачиваем. Это надо паять. Кабеля тем более не умею паять. Ну, нету практики. Ну, попробуем. Но везде пишут, что тут должна стоять тройка. Поэтому на свой, опять же, страх и риск. Если плата сдохнет, то, как говорится, жалко, но не сильно. Потому что у нас останется оригинальный корпус, оригинальный дисплей, клавиатура. Ну, а плату тогда уже будем, когда научимся паять кабеля, тогда будем так делать. Ну, пробуем, не знаю. Уделил час времени, полазил, посмотрел. Самому интересно. Так, компания Vodafone. Кстати, в интернете на него много информации по фотографии именно с этим шильдиком Vodafone. Зеркальцем вот это все в таком цвете. Ну что, давайте пробовать, ребят. Так, звездочка, решетка. 0, 0, 0, 3, звездочка, 81, 64, 94, 99 и решетка. Ну, видишь, на самом деле, невозможно. Почему невозможно? Я не знаю, ребят, честно. Давайте попробуем четверку ввести, но... Звездочка, решетка. Может его ввести этот код, когда без сим-карты. Не знаю, что из этого получится. Говорит, а из этого рая у вас не выйдет. В рифму можете добавить про себя. Невозможно. Почему невозможно? Что невозможно? Ну, а так, мне кажется, он будет требовать сим-карту. Ну, звездочка, решетка, 0, 0, 0, 3. Снежок. Снежочек, 80, 81, 64. Звездочка, решетка, 0, 0, 0, 3. Звездочка, 81, 64, 94, 99, решетка. Инвалид. Что инвалид? Скорее всего, мне кажется, его мучили. И поэтому... Сейчас еще пробуем четверку подставить. Хотя везде тройка пишется на сайтах. Может он ошибся, когда вводил. Если кто знает, как разблокировать из профессионала, не просто так языком чесать. Звездочка, решетка, 0, 0, 0. Да даже вот, 3 и 4. Может он на компьютере писал. Ну, давайте четверку попробуем. 0, 0, 4, 81, 64, 94, 99, решетка. Ребят, прикиньте. Надо было четверку вводить. И вот кому теперь верить. Везде на сайтах было написано. Ну, Рихард, спасибо вам огромное. А я на тех телефонах, на своих которых пытал разлучить, я вводил... Так что, ребята, вот смотрите. Теперь запомните. Для того, чтобы разлучить телефон Siemens. Если у вас он с Германии. У меня есть эта программа. Я вам помогу, если надо. А, ну, не понял, что он отрубился. То от радости в зобу дыхание сперлай, как то и вороны. Нет, конфирм, подтвердите включение. И... Не понял. Короче, наверное, кум слабо. Значит, смотрим. Звездочка. Решетка. 0, 0, 0, 4, звездочка. Потом 8 цифр. Вот этот код. Этот код для моего телефона. Так что его не вздумайте вводить. Если у вас телефон, вы знаете, из Германии, я смогу помочь. Если брали там с других стран, из Испании, не подходит. Только если есть Германия. И вводим 8 цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Код, который нам сгенерирует программу. И в конце вставляем решетку. Вот это вот неверно. Вот это вот верно. Сейчас я возьму зарядное устройство. У меня должно быть. Подсоединю и посмотрю. Не могу понять, почему он вырубается. Ребят, я не знаю, что может пошло не так. Потому что вроде аккумулятор был. Я его заряжал до этого. Там, как мы видели на пробах, горел полный аккумулятор. Почему он сейчас не включается, вообще не могу понять. Неужели слетела прошивка после раскодировки. Надо будет понаходить старые Siemens, я их повывозил. Видите, что творит? Раз и вываливается. Сейчас беру другую АКБ. Ну что, ребята, достал я кучу аккумуляторов. Не знаю, я аж расстроился. Что получилось? Что телефон просто тупо вырубается. Я перепробовал со всеми с аккумуляторами. Думаю, может что-то не так. Это ж вообще такие капризные телефоны, как и Blackberry. Ну вот не знаю. Вот он вроде грузится. Потом я нажимаю подтвердить. Призконфирм свечен. И что он делает? Он просто тупо отключается. Скорее всего, слетела прошивка. Когда, наверное, я вот уводил неправильные коды. Что-то где-то пошло не так. Не знаю. Короче, пусть он полежит. Ну, толку от этого не будет. Поставлю его на зарядку. Долгосрочно. По другим аккумуляторам. Ну, знаете, как мертвому, говорит, припарка. Так и там. Взял еще у меня здесь Avalanche. В свое время хороший был аккумулятор. Не знаю. Поставлю его на зарядку. Да, конечно, расстроился. Хорошо, что у меня подошел код. Ну. Так что, ребята, вы поняли. Вот этот сразу вводите 004. Если найдете где-то разблокировочный код. И желаю вам удачи. Не повторяйте моих ошибок. Ну, хотелось как лучше. А получилось как всегда. Ладно. Всегда ваш мистер Гудмобайл. Попробую, напишу. Потом позже отпишусь. Что у меня получилось. Ну, получилась вот такая бяка. Как обяка. Ладно. На такой неоптимистической ноте заканчиваю видосик. Хотел сделать как лучше. А получилось как всегда. Все, ребята. Всем пока.